Привет! Пришел долгожданный смартфон и на сегодня он лучший, без привлечения, лучший в своей ценовой категории. Sharp Aquas S2. Брал в магазине GED по акционной цене. Время от времени она там в 150-160 долларов. Обычная почти 200. Так что по ссылке в описании вы сможете посмотреть ее на текущий момент. Говорят, что ближе к вечеру меняется бывает в сторону снижения. Но скажу я вам, что и 200 долларов аппарат стоит, ведь конкуренты с данными характеристиками стоят дороже. Что мы имеем за эти деньги? Snapdragon 630, 464 гигабайт памяти, двойная камера и сенсор основной камеры IMX362, тот который стоит во многих флагманах. Пришла посылка почтой Нидерландов и достаточно быстро. Вот такая упаковка с фирменным скотчем. Открыв видим запаянную из завода коробку. В данном магазине не прошивает устройство, потому никто не открывал. Коробка открывается как пенал. И кстати она очень плотная и крепкая. Вот сам смартфон в таком чехольчике из пленки. Сразу кидается в глаза, что это не лопата, а довольно компактное устройство. Посмотрим комплект дальше. Конверт с мануалом. Хотя нет, не терпится. Давайте сначала сам смартфон глянем и запустим. Вы знаете, надежно запакован, попробуй еще доберись. Ого, он не выдержал и включился в этом целлофане. И вот он красавчик. Хоть прошивка тут китайская, но русский есть с коробки. Зато нет сервисов Google, потому вам сразу нужно обновить прошивку, чтобы они появились. Потому нельзя подключаться к Wi-Fi сразу же. Чтобы китайская прошивка не обновилась, а то будет сложнее. Я вам покажу, как это сделать чуть позже. С этим справится любой. И вот мы на рабочем столе. По первым впечатлениям экран конечно бомба. Цвета насыщенные, очень похожие на AMOLED. Яркость тоже отличная, запас приличный. Под углами инверсии, если и есть, то совсем небольшая. Такие экраны ставят во флагманы. Это же шарп. А теперь таки глянем комплект из коробки. Вот вам сразу чехол из поликарбоната. И в самой коробочке нас встречает аккуратно скрученный кабель Type-C с прикольным белым ремешком. Тут коробочка с блоком зарядного устройства и переходник с USB-C на 3.5 миниджек. Смотрим зарядку. 5 вольт, 2 ампера. Маленькая аккуратная зарядка. В конверте скрепка и руководство пользователя с иллюстрациями. Рассмотрим хорошенько телефон. Какой насыщенный и яркий дисплей ище. Даже чересчур, хоть и красиво. Обратите внимание на фронталку. Как бы вам не лепили о том, что это круто, я так не считаю. Лучше бы было внизу. Хорошо, что в приложениях есть обрезка как раз под фронталку. Зато вы будете вызывать интерес таким футуристичным гаджетом у ваших друзей и знакомых. И углы скошены, и камера глазеет прямо на вас с экрана. Сзади он тоже красавчик синего цвета в моем случае, но есть еще белый и черный. Тут же двойная камера и вспышка. В общем красив и эргономичен. Снизу тоже нас ждет симметрия. Динамик, микрофон, USB-C. А вот так он выглядит в защитном комплектном чехле. Ну что же, пора закинуть прошивочку глобальную. Ссылка на нее будет в описании. Сбрасываем телефон на заводские настройки. И смотрим, какая версия прошивки у нас стоит. Скачиваем глобальную прошивку. В данном случае я взял, что под руку попало с форма 4PDA. Вы же берите ту, что по ссылке, ведь после распаковки почитал и разобрался. Подключаем наш телефон. Соглашаемся с тем, что предложено на экране смартфона. И сбрасываем прошивку в память самого смартфона. Там же в моем случае нужно поменять пару последних цифр. Чтобы телефон думал, что это новая версия прошивки и увидел ее. Вспоминаем, что у нас на телефоне было 35. Тут же у нас 27. Потому я переименовал на 36. Потом переводим телефон в режим зарядки. Вот теперь набираем в звонилке данную комбинацию. Телефон увидел типа новую версию прошивки. Нажимаем установить. Все очень просто. Прошивка установилась. Ну и просто перезагружаем устройство. И у нас появились сервисы Google. Прошивка стала глобальной. Друзья, мне очень понравился данный смартфон, учитывая его цену. Своим экраном, размерами, характеристиками. Уверен, что он будет удобнее при ношении в кармане. 6 дюймами было бы не так. Особенно, когда телефон в переднем кармане и вы сидите. Характеристики впечатляют. И камеры, как за эти деньги. Еще важная штука. Тут есть NFC. Где найти достойного конкурента с NFC за такую стоимость. В общем, будет полный обзор. Там я подробно расскажу про все нюансы и опыт использования. Ведь перехожу на него, как на основной. Поэтому подписываемся и ставим лайк. Если не жалко, конечно. И напоследок вам парочку фото и видео с камеры данного смартфона. И всем пока, друзья. Пример записи видео на камеру смартфона Sharp Aquos S2. Освещение отличное, день и солнечная погода. Стабилизации нет, я просто плавно веду. А вот автофокус очень даже неплохой. Также неплохое макро. Вот спасибо пчелке, что села здесь. Пчелка же это, да? Вот такое качество при хорошем свете. Ребята, тут была не пчелка. Вот пчелка. Трудяга. 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 Продолжение следует...